Мы живем в эпоху, когда расстояние От самых безумных фантазий до реального их воплощения Сокращается с невероятной скоростью Одни мечтают побывать на концерте любимых исполнителей А другие стать самыми настоящими звездами Во время фестиваля в Витебске все мечты сбываются А мы готовы фиксировать все фестивальные моменты И делиться ими с вами Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Вечерний Витебск» В ближайший час с вами Наталья Парфенова и Иван Паюченко Давайте вместе окунемся в атмосферу фестивального Витебска В дни международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске Город превращается в одну большую сценическую площадку Хочется везде успеть и ничего не упустить Кстати, дирекция Славянского базара в этом году Как никогда с ювелирной точностью составила Расписание концертов, театральных встреч, конкурсной программы Множество других интересных событий Если у вас нет возможности увидеть городские афиши То я предлагаю посмотреть на них в нашем телевизионном эфире В рамках международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске Областной краеведческий музей представляет Республиканскую выставку современного художественного текстиля «Связующая нить» Авторы демонстрируют разнообразие техник Не боятся экспериментировать и использовать различные материалы С льнем и шерстью гармонично сочетаются соломка, дерево и даже пластик Здесь же, в здании ратуши, открылась выставка-живопись Поднебесной В экспозицию вошли 25 работ в стиле традиционной китайской живописи Гахуа Девяти известных художников Поднебесной Далее Пикассо в Витебске Художественный музей представляет графику, скульптуру и керамику двух великих испанцев Выставка сопровождается видеоэкскурсией о жизни и творчестве гениальных художников Здесь же открылась выставка двух известных витебских художников Татьяны и Юрия Руденко В экспозиции представлены иконопись, ювелирная пластик, а также новая серия работ, выполненная в авторской технике «Красная книга Беларуси» Еще две выставки добавятся в фестивальную афишу В любви и почтении великим мастерам через свое творчество признается словацкий художник Павел Поп Обращение к бесценному опыту и творениям знаменитых мыслителей и художников нашло продолжение и в другой выставке работ Александра Исачева Витебский центр современного искусства представляет ежегодный проект «Портрет города» В рамках которого в большом выставочном зале открыта экспозиция жанра Это своеобразное живописное признание витебских художников в любви родному городу Что значит «Портрет города»? Это прежде всего портрет творческий Это творчество художников, которое и составляет данный портрет В 2015 году мы отклонились от основной темы «Город» Для того, чтобы показать, как же витебские художники умеют работать в различных жанрах В жанрах традиционных для изобразительного искусства Таких как пейзаж, портрет, натюрморт и сюжетно-тематическая композиция 10 июля в рамках театральных встреч на Славянском базаре на сцене Колосовского театра Известные российские актеры Ирина Алферова, Александр Пашутин, Анна Терехова, Анатолий Журавлев Играют комедию «Русский медведь» по пьесе Бориса Рацера В рамках проекта «Кукольный квартал» на сцене Белорусского театра «Лялька» Театр кукол Огневой из России покажет прощание с матерой Валентина Распутина Горькая, но правдивая история о необходимости сохранения вековых традиций о связи с прошлым 10 июля в 18.00 на главной фестивальной площадке в Летнем амфитеатре состоится творческий вечер Александры Пахмутовой В сопровождении президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виктора Бабарекина Выступят Ядвига Поплавская, Александр Тихонович, Тамара Гверцители, Лев Лещенко, Юлия Савичева, Петр Елфимов и другие известные исполнители А в 10 часов вечера Союзное государство приглашает жителей и гостей Витебска на концертную программу «Соединяя пространство и время» Среди участников Леонида Година, Джили Коварум, хор Московского Сретенского монастыря, балет Аллы Духовы и Тодос, ансамбль «Сябры» и другие А вообще наш фестиваль уникален не только своей масштабностью, самобытностью, да и вообще тем фактом, что собирается огромное количество знаменитостей на одной сцене Благодаря Славянскому базару Витебск стал единственным городом на планете, где во время фестиваля действует своя собственная валюта В простонародье мы называем эти купюры васильками Их выдают приглашенным артистам для расчета за обеды Эти талоны на питание достаточно уникальны Хотите узнать о них больше? Внимание на экран! Участники и гости фестиваля всегда отмечали его прекрасную организацию Львиная доля ответственности ложится на плечи службы размещения и питания дирекции фестиваля Те, кто приезжают впервые, когда они получают васильки, какая реакция? Ну, знаете, это, как правило, удивление, потому что они этого никак не ожидают Что вот у фестиваля есть еще свои купоны на питание, денежки на питание Которые действуют в определенных точках, которые обслуживают по василькам Мы получили наши знаменитые васильки Васильки? Вы не поверите, моего директора Целая пачка васильков Да, вот видите Кормлюсь с подачей директора Я не знаю, вы знаете, я так подозреваю Много говорит директор Я так подозреваю, что это деньги не только на меня, потому что у меня большой коллектив Васильки стали уже самой настоящей легендой славянского базара И этот скромный цветок сейчас имеет довольно важное значение в программе фестиваля Поскольку им пользуются и для взаимрасчетов, как самыми настоящими деньгами Это действительно международный бланк, которым пользуются, правда, только здесь, в Витебске И только во время славянского базара Официально они именуются талонами на питание Но их значение просто неоценимо в истории фестиваля И у коллекционеров, когда фестиваль заканчивается Меня повеселило невероятно Что на Васильке, оказывается, можно что-то купить Вот, единственная страна в мире, где можно что-то купить на Васильке Вкусно поесть, единственный город, конечно Васильки меняли свое внешнее решение И от скромных маленьких талончиков, действительно их можно было назвать талонами Они сейчас перешли к вполне солидному документу, денежному документу И выглядят, как настоящие деньги, имеют степень защиты Используемые в настоящих банкнотах, в белорусских деньгах Надо сказать, что и печатают Васильке, и также в типографии Которая выпускает и наши белорусские деньги В этом году 40 баров, кафе и ресторанов Витебска Гостеприимно распахнули свои двери перед гостями славянского базара Что составляет почти половину питейных заведений города Служба питания дирекции фестиваля тщательно подходит к выбору мест Где гостям фестивального Витебска предлагается подкрепиться Соответственно, в этих заведениях действует официальная валюта славянского базара Васильки И если в один момент на какое-то из кафе или ресторан поступит жалоба от гостей Это заведение тут же попадет в черный список Фестивальный привет, друзья! Славянский базар в самом разгаре И самое время узнать, что же происходит за кулисами Отсюда идет звук Давайте узнаем, сложно ли все это Здравствуйте! Здравствуйте! Вы прямо за таким огромным пультом сидите Сложно, скажите, вот это все работать? Мне нет Волнительно! У меня это 24-й фестиваль То есть сколько фестиваля лет, столько и вы работаете А вот сложно работать со звездами, сольные концерты У каждого, наверное, что-то свое особенное Дело в том, что звезды со своими звукорежиссерами приезжают Ну, приходится, надо работать Там, типа, Слещенко, там, еще кем-то Не сложно Не сложно А что тут надо делать? Не расскажите, вот прям, немного Фасы увеличивают, чтобы громче было, тише там Громкость, естественно, баланс какой-то, голос с музыкой Что вы делаете? Расскажите Я работаю Вы работаете Что это за такие разные светящиеся кубики, шарики, что это такое? Ну, это графика на центральную световую стену Сейчас она закрыта экранной, потом она будет раздвигаться Ну, вот вы как не путаетесь? Может быть, песня быстрая? А вы как поставите что-нибудь такое плывущее? И прям, грустец зрителей Я думаю, мы профессионалы, мы как бы Помедленное, медленное, подбыстрое, быстро В Казахском базаре работают только профессионалы А у вас что тут за дела? Что за миссия у вас? Служба охраны порядка Скажите, много беспорядков бывает на Славянском базаре? За последний вчерашний, то есть день Сводку новостей Ничего не произошло, у нас все под контролем Значит, беспорядков И я думаю, не предвидится Но если что-то будет, там бешеные фанаты, фанатки вырваться на сцену Как вы будете действовать? Что вы будете делать? В любом случае, мы будем действовать в рамках законодательства Спокойно объяснять людям, что так делать не стоит Чтобы не мешать, во-первых, и зрителям, ну и, соответственно, потенциальных бунтарей Чтобы тоже, как бы, осталось хорошее настроение и впечатление от фестиваля С цветами, нарядные, красивые А как думаешь, какие цветы у артиста любимые? Любимые? Ну, мне кажется, Лилия, раз я их принесла А ты это знаешь или тебе просто кажется? Ну, мне кажется Я думаю, очень понравится Лилии, красивая А какая самая любимая песня Валерия Меладзе? Вопреки Надо исполнить, действительно, хорошая песня Ну как, сегодня Валерия Меладзе будут ее петь на сцене И ты должна его поддержать в голос Каждый день я искал твой призрачный свет Любви больше нет Беги вопреки Здравствуйте, мы рады вас видеть Скажите, пожалуйста, мужчины плачут? Когда? Вообще? Да, плачут Или мужчины не плачут? Плачут и даже рыдают В каких случаях, расскажите? В разных случаях От наплыва чувств От воспоминаний От ностальгии Мужины очень сентиментальные создания Мне кажется, мужчины даже платят чуть чаще, чем женщины Сцена сегодня вообще не пустая Здесь и саксофон, барабаны Куча стоек с микрофонами Поэтому концерт будет просто обалденный Яркий, живой, интересный Ну, ждем артистов! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу выхниваться Великолепные зрители Огромный зал И интересно то, что То, что всех зрителей видно Обычно на концертах Это бывает редко Когда я поворачиваю микрофон То какие-то песни Весь зал поет И это Это большое счастье Видимо, к этому нужно было идти много лет И похоже, что мы пришли Валерий, скажите А вас легко обидеть? Ну, я вспыльчивый Но я быстро отхожу Валерий, скажите Вы хотели бы вернуться в Витебск Не на славянский базар Или с концертом А просто для того, чтобы погулять? Почему бы нет? Но я думаю, что у меня такая возможность будет завтра Хащу к Меладзе Ну, к Меладзе мы не попали Но зато попали к артистам Этого замечательного певца Здравствуйте, расскажите, как вас зовут? Представьтесь Здравствуйте, меня зовут Хатун Романовская Меня Михаил Очень приятно, меня зовут Ира Скажите, за кого это работать с таким артистом, такого уровня? Ну, я, честно говоря, в восторге Во-первых, и музыканты замечательные, потрясающие И, конечно же, Валерий Меладзе Он неповторимый, безгранично талантлив и харизматичен Зарусь понравилось? Да, конечно, конечно, очень Приезжайте, очень любим Ждем вас с гостей еще Спасибо вам большое До свидания, удачи Друзья, мы обязательно вернемся за кулисы Славянского базара А у меня на этом все Пока До встречи за кулисы Ваня, лично меня впечатляет, что во время фестиваля можно запросто вот так вот увидеть звезду, потрогать ее иногда Ну, звезду ты имеешь в виду знаменитость, конечно Ну, конечно Ну, вообще, на самом деле, это правда, потому что достаточно выйти на улицу, протянуть руку со смартфоном и все Буквально через пару секунд селфи с какой-нибудь знаменитостью уже у тебя в кармане Ну и благодаря, собственно, интернету Да, социальным сетям уже, наверное, все знают, с кем ты сфотографировался Круто Сколько раз В дни фестиваля наше телекафе «Вечерний Витебск» работает практически круглосуточно К нам приходят различные гости, очень интересные люди, для того, чтобы поделиться своими впечатлениями, а некоторые и интересными историями Ну, вот, кстати, один очень интересный человек заглянул к нам сюда, в студию «Вечернего Витебска» вчера Буквально сразу после пресс-конференции нам удалось вырвать его из цепких хваток журналистов и привезти сюда, пообщаться с ним Это заслуженный, кстати, с недавних пор артист России, телеведущий, актер театра и кино Александр Олешко Давайте посмотрим, как это было Здравствуйте, друзья! Вы даже не поверите, сегодня к нам в студию телерадиокомпании «Витебск» заглянул заслуженный артист России Александр Олешко Саша, здрасте! Та-дам! Здрасте! Спасибо, что пришел Спасибо, что пригласили Потому что у тебя сумасшедший график, занят постоянно, поесть некогда, ну, как бы я знаю историю про пирожки Слушайте, я в таком шоке, во-первых, я в прекрасном настроении, но там какой-то подловили кадр, как будто я, какой-то такой злостный гад ходит, хочет купить пирожок Кому никто не дает, мне, во-первых, этот пирожок прекрасным образом подарили, потом эта девушка со мной фотографировалась, не верьте газетам, все, врут календари Все хорошо с пирожками Да все отлично, пирожки люблю, надо худеть, правда, не помещаюсь в телевизор Скажи, пожалуйста, ну, вот в свете того, что ты такой занятой, легко ли быть Олешкой? Вот нынешним, современным? Другого не знаю, таким родился, поэтому мне Олешкой быть не то, что легко, а радостно Во-первых, когда я был студентом, нам дали задание, напишите сочинение, значит, про свою фамилию Я подумал, что Олешка, это маленький олененок, он, значит, скачет, он очень обаятелен, ну, как в мультфильмах Я думаю, как же это созвучно точно, я вот через этих вот Олешек маленьких написал такое сочинение А потом где-то кому-то рассказал, с тех пор, значит, свитера с оленями, открытки с оленями, значки с оленями Мне отовсюду присылают разных Олешек Сегодня был в городе Мастеров, значит, хотел купить свитер Говорю, а-а-а, Олешки! Мне говорят, это не Олешки, это какие-то зубры с какими-то рогами Не надо, не надо Я говорю, а, ладно, ладно Но у вас получилось, да, погулять по городу, в городе Мастеров Я знаю, что вы что-то коллекционируете и что-то даже приобрели Ну, не то, чтобы коллекционируем, мне очень нравится Новый год, праздник Как такая отправная точка в новую жизнь Поэтому Дед Мороз, Снегурочка, елка, советские игрушки И когда вот появились эти все кислотные краски нового времени, нового века Я понял, что это не моя история И на разных развалах, в разных городах я покупаю копеечные, ватные советские Деды Морозы Я думаю, что я такой тоже, у меня у нас просто вот все Деды Морозы, которые когда-либо были, пластмассовые Они такие все, знаешь, ну, никакие, но это память детства, понимаешь? Да, 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 да И, значит, в Витебске нашлись именно те, которые нужны Да, потрясающие, один с каким-то красным таким этим поясом, другой чуть скромнее, но с каким-то, значит, блестящим этим вот воротником В общем, два Деда Мороза, вот так я с ними в обнимку сегодня уходил из города Мастеров Ну, у тебя любимый праздник, Новый год, наверное Новый год и день рождения День рождения, потому что, ааа, я родился! У меня, кстати, вот 23 июля скоро день рождения Вот, поэтому здесь я на Славянском базаре практически его начал праздновать Потому что стал получать какие-то знаки внимания и поздравления А Новый год, ну, потому что это первая актерская возможность себя как-то проявить Потому что, когда я чуть-чуть стал постарше, естественно, я стал Дедом Морозом в школе для, значит, младшеклассников И у меня была трагическая абсолютно история, я не мог найти костюм Сейчас уже об этом можно говорить Костюм я сшил из красной скатерти, которую мы утащили Только не говорите, что из ленинской комнаты вы ее взяли Откуда? Из пионерской комнаты Из пионерской комнаты Но шуба получилась очень какой-то такой, ну, представьте, скатерть Значит, я под эту шубу надел такую, ну, свою эту... Ну, чтобы быть в МОУ, конечно Потом оказалось, что... Я могу здесь вставать? Я не выболюсь из кадра? Нет Я должен сидеть, но мало ли Значит, потом оказалось, что эта шуба вот такая, короткая Я тогда еще не знал, что есть Санта-Клаус Короче говоря, к ней нужно было дошивать какие-то куски Из разных каких-то комнат, из скатертей, из каких-то... Мы дошивали куски Потом я их какими-то блестками обшивал В общем, я себе шил шубу Деда Мороза И вот я вышел Как народу много в зале Верно, зайцы, мне сказали Что меня ребята ждут И вот это... Ус! А он такой был, ну, ватный Причем еще с примесью какой-то, так как бы, стекловато Непонятно, что, откуда мы это взяли Я его приклеил на канцелярский клей Ну, я же не знал, что это все отваливается Он у меня падает Я его заглатываю Ус мне перекрывает дыхалку И Дед Мороз в самый незапланированный момент Начинает... А дети аплодируют, дети рады Падает под елку Неожиданно появилась вне сценария Снегурочка Говорит, давайте хороводы Хороводы, там гномы Оттаскивают Деда Мороза И помню, что только красный длинный ноготь Снегурочки Который мне там... В горло И вытащил мне этот ус И пошла жизнь Главное, что праздник получился Я продолжил У меня есть грамота Где написано, что Саша и Олешка Поздравляем с Новым годом Вручаем грамоту Владимира Ильича, Ленина За то, что он организовал и провел Детские новогодние представления Младших классов Несмотря на то, что разорил Комнату Вот эту пионерскую комнату Да Саша, мне вот тут сейчас Аккуратненько Это тебе от нас Небольшой скромный вот такой Ручка Работа Дед Мороз Ну, повесишь же еще Как бы тебя в коллекции Ребята, вы не представляете Не то, что повесишь Я потом перед вами отчитаюсь Потому что в этом году В Москве В музее Народного прикладного искусства Будет экспозиция С декабря по февраль Моей коллекции Дедов Морозов И елочных игрушек Так, это мы подпишем Как Дед Мороз из Витебска Серьезно От тебя официальное тогда приглашение Ах, хорошо Мы можем приехать Проезд за ваш счет Ну, хорошо Хотя бы селфи в инстаграме Тогда С кем? С Дед Морозом? С дедушкой нашим А у меня Я телефон отдал Ну, я думаю, мы еще успеем Ну, потом Если мне его верят, я сделаю Да Здесь даже что-то написано, нет? На мешке Или это просто узор? Тут написано Вяншун Ну, поздравляем А, это по- По-белорусски, да По-белорусски я знаю Шановнее сябры Правильно сказал? Правильно сказал Вот Обычно с этих слов Начинается любой славянский базар Шановнее сябры Дорогие друзья, да А для меня любой приезд Вообще в Беларусь Я неоднократно бывал в Минске Очень много снимался там В разных фильмах И если сложить По совокупности просто дней Которые я прожил в Минске Ну, получится как минимум год Вот я прожил Столицу Беларуси И, естественно Когда прибывает поезд Заповедный напер И все У меня сердце Сразу колотится Мне так нравится эта песня Ну, тебе у нас нравится Это нравится Ну, а ты не пробовал У нас же очень много таких Знаешь, агрокомплексов Агротуризм это сейчас называется То есть, когда там Домик, озеро Ни те, ни цивилизации Ничего Как ты отдыхаешь вообще? Значит, я ничего не знаю Про отдых, правда Но самая интересная Ирония судьбы Именно в Беларуси Я не знаю Как точно назывался этот Населенный пункт Это база отдыха Ну, километров 100 от Минска Нет, какой 100? Километров 200 Мы ездили на машине туда-сюда Там есть какая-то база отдыха Причем она такая Давнего времени Такие как бы Бочки И такие теремочки Где просто вот Две железные кровати внутри Ну, то ли это пионерлагерь В общем, здесь, в Беларуси Мы снимали фильм Который назывался Райский уголок Сразу забегая вперед Где этот фильм? Где его показывали? Никто не знает Вот Но я его нашел в интернете Но он пристойный? Нет, хороший Так Райский уголок Мало ли Нет, нет, нет Он раз только в интернете Ребята, нет Да, в этом смысле Нет, ну это просто были Вот эти 90-е Когда иногда выделяли деньги на фильм Потом они заканчивают Потом эти фильмы пропадали Но Мы снимали в Беларуси Была очень холодная осень Нас всех раздевали И мы снимали Как будто это июль И прямо абсолютно Вот как в знаменитом монологе Андрея Миронова Когда он говорит Льдину, льдину Отгоняйте льдину Отгоняйте льдину И я лежал на траве В шортах Меня вот так колотило И режиссер мне в мегафон говорит Хватит трястись Хватит трястись Я говорю Я не могу Он говорит Улыбайся Он говорит Нет, это плач Улыбайся В общем Потом он мне говорит Просто вот так вот руки закинь И вздохни Я так Выдыхаю У меня такой пар изо рта Он говорит Стоп! Виден пар изо рта Это же лето Это июль А это уже был ноябрь Я лежу на холодной земле В общем я эти съемки Запомнил здесь на всю свою жизнь Вот второй раз Когда мы чуть не потеряли Артиста Олежку Тогда Дед Мороз Здесь чуть не занят У вас как-то преследуют Всякие Нет, это любого артиста Преследует Слушайте, кто-то с лошади Не дай бог упал Кто-то мимо Сцена наступил Кто-то еще Этих историй Главное Как это обыграть Я помню, что я опаздывал На какую-то презентацию Какого-то огромного То ли торгового центра То ли какой-то Ну в общем чего-то В Москве И я значит Подъезжаю Очень сильно опаздываю Смотрю Уже все выстроены И я вижу Красная ленточка Вот, я быстро соображаю Ага, сейчас будем мы Перерезать эту ленточку Я выхожу И быстро И говорю Добрый день, дорогие друзья А ты вел, да? Ты вел? И сегодня Вот мы сейчас Перерезаем Перерезаем эту ленточку Мы открываем Что же мы открываем? Ну допустим Торговый центр Ко мне подбегает Заказчица этого мероприятия Я говорю Одну секундочку Нагибаюсь к ней Она говорит Этот торговый центр Работает уже 10 лет Мы ничего не открываем Мы просто эту ленточку Перерезаем Знак памяти Там чего-то Я говорю Одну секундочку Вот мне сделали замечание Указав на то, что я ошибся А я ведь не ошибся Потому что Каждый день Открывая двери Этого торгового центра Мы открываем Новую страницу Новые ощущения В общем, как-то Я, значит Из этой ситуации Как бы вышел Потом Выдохнул Они режут эту ленточку И я, отходя Значит В сторону Чтобы все Зашли Отходя Делаю шаг И проваливаюсь Мимо сцены В общем, это был Потрясающий вечер Когда я мог погибнуть В этом торговом центре Который я открыл Вновь Через 10 лет И пригласил всех Ну, короче говоря Серьезная Судьба и работа артиста Между прочим И опасная Опасная Это, как бы, знаешь Некоторые такие А что там артист? Языком молотит со сцены Ничего не делает Да, да Вот то ли я Поэтому тут еще, знаете Тем людям, которые Собираются поступать Там Опять же, в цирковую Как Саша начинал Опять же, да У меня была Единственная тройка Такая По акробатике И по Вот этому вот Ну, короче По проволоке Я очень плохо ходил И выпрашивал За меня Там весь курс Поставьте ему Четверку Потому что Красный диплом Я шел на красный диплом Я таки получил Красный диплом Артиста Эстрадой цирка И через много лет Оказался В вашей программе С красной кружкой В руке Так я решил Закольцевать Всю эту историю Скажи, пожалуйста Ну вот Так, знаешь Ну у каждого Наверное, артиста Есть какая-то там Роль, которая Тяжело далась Или вот сейчас Пародий Да, очень много Пародий Ты же за последние То-то несколько лет Сделал Ну просто Это же Каждого Артиста Надо уловить Но над чем Что может Ты бился Но не получался А хотелось Ой, ну очень много Не получалось И это естественно Но не может Получаться все Это же творческий Такой Сложный момент Поиска Это как Рождение ребенка Когда получается Ты счастлив Когда не получается Ты расстраиваешься Но Я не имею права Говорить Сейчас Что у меня Не получилось Потому что Некоторым зрителям Покажется Это каким-то Кокетственным Потому что Они скажут Стоп А мне понравилось А он говорит Что у меня не получилось Почему так Понимаете Поэтому Что я буду Тут говорить Много еще не получилось Слушай А ты вот Преподаешь же Да А твои студенты Да Прогуливают занятия Прогуливают Прогуливают Ну и как Какое наказание Никакого наказания На самом деле Я не называю себя Педагогом Потому что у меня Во-первых Нет педагогического Образования Я считаю Что это Все-таки Отдельная история Когда человек Может передать Свои знания Есть замечательные Артисты Которые не могут Например Быть хорошими Педагогами Есть наоборот Есть гениальные Педагоги Которые не всегда Могут быть Блистательными Артистами Бывает совпадение Поэтому я себя Называю Скажем так Старший товарищ Который может Поделиться опытом И который Может их от чего-то Предостеречь Или честно им сказать Ребят Ну если ты вот здесь Будешь там Филонить Ты пропустишь Много интересного У меня были Такие случаи Когда был парень Один Значит 15 лет ему Он был абсолютно Деструктивный Такой элемент Длинные волосы Он такой Разрушитель Допустим Там И так Все пошли по кругу Все идут в одну сторону Он идет в другую Он такая Вот я вот такая Все мы это значит Наблюдали 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 Терпели 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 Я понимаю Что чем дальше Тем будет для него хуже И я придумал Такой ход Я к нему потом подхожу Я говорю Останься после занятия Я говорю Слушай Паша То что ты делаешь Мне понятно Мне это даже нравится Вот это вот Твое хулиганство В этом есть какая-то жизнь Энергия Я говорю Но дело все в том Что ты в этом Очень некрасив Я говорю Понимаешь Ты вот в этом уродлив Понимаешь А ведь все-таки Уже время такое Уже надо Как-то девочкам нравится Уже как-то надо Продумать Ты понимаешь Какая история И вы знаете Конкретно с этим человеком Я попал в десятку Он приходит Через 4 дня Коротко подстриженный По-другому одет И когда все идут по кругу Он с ними стал ходить по кругу То есть Перемена Слушайте дальше Из всех этих студентов Тире Как бы потенциальных абитуриентов Высшие учебные заведения А это была школа телевидения Он единственный поступил В школу-студию МХАТ Представляете? Совершенно другая То есть вот человек услышал Это важно услышать Иногда тебе что-то стучится В двери, в уши, вокруг Тебе все пульсирует Тебе подсказывает жизнь Ты Шорох И говоришь Нет Я буду так, как я Это тупик всегда А если ты так открываешь Есть и другие мнения Что-то мне хотят сказать Мне хотят помочь Или да-да-да Вот Я всегда Вот, Александр, а вы говорите Что вы не педагог Вы рассуждаете действительно Я, как человек с педагогическим образованием Могу сказать, что действительно Так и должен работать учитель Найти какое-то зерно И раскрыть это в человеке Вот Когда у вас началось Ваше увлечение Ну, может быть, пародиями Вы знаете, оно ведь Не то, чтобы началось У меня такое ощущение Что я с этим родился Потому что Я показывал маму Я показывал бабушку Я показывал папу Я показывал соседок Я показывал тех Кого я увидел на улице Потом в школе Значит, я, естественно Показывал одноклассников А потом Я, например Как все вокруг Когда, значит, случилась перестройка И артисты разговорного жанра Все показывали, например Брежнева, Горбачева Новое мышление Новое мышление Дорогие, дорогие Главное, что Казахстан работает Казахстан работает Это главное Надо все углубить Достигнуть В каждом подъезде Был свой Горбачев Конечно Дальше В каждом классе В школе тоже Вся страна Говорю о своем голосе Да В этом нет никакого Как бы вам сказать Эксключительности И таланта Но Вот какой-то такой Вот я нашел себе Но я никогда Не назову себя пародистом Поэтому это где-то Хранилось 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 Так В тайниках моей души Я надеюсь, что там тоже еще Вернее так Я не надеюсь Я уверен Много всего хранится Для того, чтобы потом Оп-оп-оп Достать И зрителям передъявить Будущие какие-то годы И сезоны Славянского базара И вашей телевизионной программы А кумиры были, кстати? Спасибо Конечно Я же телевизион Чак я вижу камеру Я сразу начинаю На нее реагировать А кумиры в вашем детстве были? Конечно Кумиры были Кстати, знаете, что я играл всегда в телевидении? Можно я возьму папку? Да, конечно Значит, что я делал? Я брал вот так светильник Когда маленький? Ну, маленький Я брал лампу Закрывал двери Значит, на себя направлял лампу Брал вот так листок бумаги Как дикторы И в эту лампу читал Программу телепередач На завтра Потом я читал Выпуски новостей Я узнаю И мама там говорит Хватит уже там заниматься ерундой Борщ там остывает Бабушка приоткрывает дверь Смотри Оставьте в покое Саша читает новости Ну, все думают Мальчик больной То есть, скоро пройдет Не прошло Вот И Когда появился этот проект Большая разница Благодаря Александру Цикало Спасибо ему огромное Который говорит Ну, попробуй Я говорю Да я не сумею Попробуй Он настоял А я от этого не отказался И Я считаю, что За пять лет Были Созданы Очень интересные И образы И программы Ну, вообще Очень многие артисты Открыли себя По-новому По-новому Действительно Кстати, о многих мы узнали Только после того Как увидели, например Вашу пародию Потому что До этого Ну, знали, да Какого-то артиста Ну, вот есть такое А теперь интересно стало После пародии Я думаю, что даже многие И обо мне-то узнали По-другому И Ну Как-то это прозвучало Ярче И Глубже Интересней Чем Там, например Мы какие-то работы В театре Или в кино Ну, так вот Она сложилась Жизнь на сегодняшний день Я ни о чем Ни в коем случае Не жалею Я благодарен Каждой возможности Творческой Как-то Себя в чем-то Попробовать И проявить Абсолютно Искренне Ты знаешь Я недавно Просто смотрел Вот эту программу С Олегом Поповым Да И вот эта история Про шарик Абсолютно Я потом Я честно тебе говорю Я четыре дня Наверное, может и больше Я ходил И насколько Что Олегу Попову Клоун когда-то подарил шарик Он, Олег Попов Стал клоуном Шарик подарил в детстве тебе А ты понял, что я ему в песне Вернул эту повязку Шариков Да В благодарность За детство Я придумал этот номер сам А теперь Внимание Вопрос Сегодня, знаете Я утром просыпаюсь А у меня Значит Сообщение Его жена Габи Мне пишет Олег передает вам привет И очень просит Чтобы вы ему прислали Эту песню про цирк Вот мой имейл адрес Слушайте, ну это потрясающе Я Это на самом деле потрясающе Вот у нашего режиссера Есть фотография Вас Если не ошибаюсь В 13 лет Да Где? Да Давайте им сейчас Вот посмотрим А, да, вот Это я в гриме Олега Попова Да Я репетировал Вот свою цирковую жизнь Я же хотел быть клоуном Да, да И у меня были Три любимых клоуна Олег Попов Юрий Никулин И Карандаш Но вот Образ Олега Попова Он был самый яркий Для воплощения И переодевания Вот я сшил себе Эту кепку Все вот эти костюмы Это все я сшил сам И я в гриме Олега Попова Вот снимался Фотографировался Делал репризы Участвовал в представлениях Цирка на сцене Да, да Вот так Ну и следующая встреча С ним уже состоялась Буквально вот на днях Да? Да, это было вот Пять дней назад Или шесть Да Тоже у нас, кстати, есть фотография Тоже мою показать сейчас Да? С этой встречи А, Олег Попов Эта фотография потрясающая Смотрите После этой съемки Которую вы увидели Я кусочек там отснялся Спел ему песню И поехал скорее в аэропорт Потому что я опаздывал У меня были гастроли Значит, он остался еще в студии Я уже сижу в аэропорту У меня шлейф вообще Вот такой радости От того, что я с ним встретился Там вообще просто Замечательная программа Да Через два часа Я смотрю Подходит Олег Попов Я говорю Олег Константинович Я говорю А вы куда? Он говорит А я в Мюнхен улетаю И мы с ним оказались в одном зале И я вот эту фотографию Говорю, давайте сделаем фотографию Перед самолетом И он говорит Даст бог, свидимся Говорит Я вот улетаю И мы с ним сфотографировались На память Ему подарили вот эту еще куклу связанную Угу Ну, вы понимаете Вот эта вот встреча с детством Встреча с какой-то мечтой Это действительно Вот такой бывает раз в жизни Вы понимаете Никто ведь не знал Что, например, он приедет Или Это фурор был вообще Да И когда мне позвонили И предложили встретиться Я говорю, конечно Все, я еду к Олегу Попову Вот Так что спасибо Что вы про это сказали Это очень важно Быть благодарным Вот Как бы жизни Которая тебе подбрасывает Какие-то Какие-то возможности Какие-то эмоции Какие-то ощущения Вот Знаешь Мне кажется Что ты вот такой в душе Какой-то добрый клоун Да Может быть Ты тоже кому-нибудь шарик Подаришь В нашем городе Я вчера Условные эти шарики Так называемые Подарил Потом В городе Меня так тепло Приветствуют И Ну, в общем Не могу шага пройти Чтобы кто-то не остановил Какие-то хорошие слова Не сказал И Где могу Ну, вот Вы же свидетель Да, действительно Буквально Вот непосредственно Перед самой съемкой Мы привезли Александра С пресс-конференции И Не прошло И, наверное Пяти минут Как вот Мы вышли из зала И сразу нашлись люди На улице Которые подошли Задержали Поблагодарили Кстати, что вам сказали Вот те две женщины Если вы Это не совсем Ловко об этом говорить Поверьте Ну, конечно Это были слова благодарности Просто передать им привет Потому что это Да, я исключительно в этом смысле Потому что они наверняка Смотрят наш канал Хорошо Я хочу передать Не только привет Этим двум милым дамам Которые меня остановили А всем Жителям Витебска Всем жителям Белоруссии И вообще Всем жителям планеты Которые Знают меня Или неравнодушны К тому, что я делаю Или просто Хорошим людям С которыми мы Где-либо пересекались И Конечно Тем, с которыми Мы обязательно Где-нибудь Когда-нибудь пересечемся Я вам очень благодарен За то Что вы Сохраняете в себе Свет Веру И надежду Потому что Это и есть Смысл жизни Поделиться Светом С тем Кто рядом с тобой Ни в коем случае Не заболеть болезнью Которая называется Очень красиво Звездная У меня это было В юности Я это рассказывал Историю Миллион раз И я сейчас Закончу свое обращение К зрителям Да Поэтому я вам всем Увидели те Кто начинает Ей заболевать Да это уже смешно Я просто Этим заболел Коротко 18 лет Когда я стал Телевизионным ведущим Я привык Что ко мне Все подходят Все это Что-то говорят И в магазине Подходит ко мне Какой-то мужчина И я уже понимаю Что он идет ко мне Он говорит Я поворачиваю Он говорит Простите пожалуйста Закурить не найдется Я говорю ему Спасибо 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 И иду дальше А потом думаю Господи боже мой Что со мной происходит Не то И потом помню Извините меня Стою в очередь В туалетную комнату Да Значит И Стоит тоже В эту же очередь Какой-то Мужчина Который так Оборачивается И так делает Я мол Ну Да Это я Это я Вытащил Смотри дальше Он так Мы приближаемся И он так Я так Он говорит Ради богу Ну извините Можно Вопрос задам Потому что Еще в таком месте Я говорю Да я понимаю Просто ради богу Я прошу меня просить Что я с этим вопросом Я думаю мы не будем вырезать Не-не-не Что я с этим вопросом Я не знаю Вот какой вопрос Я жду Нет Ставь секунду А я Ну внутри себя думаю Ну ладно Я ему Скажет Это вы Нет Нет Я ему говорю Ну ладно Я ему помогу Я ему помогу И я не дожидаясь вопроса Ему говорю Да Это я А он А он мне берет И говорит Я хотел спросить Вы этот свитер В Бенетоне покупали Я просто Думаю Нет Не в Бенетоне Вот Вот Поэтому Артисты Люди Не зазнавайтесь Не болейте звездной болезнью Жизнь не состоит только из вот этих вот штук Она состоит из вот этого момента Здесь Сегодня Сейчас По Станиславскому Который у вас висит на стене Все Друзья У нас сегодня в студии был Саша Александр Олешко Заслуженный артист России Спасибо, что вы были с нами Всего вам успехов, естественно И оставайтесь таким же чистым, открытым, веселым человеком Который дарит столько всего хорошего Телезрителям Радио Потому что вас ждет сейчас интервью у нас на радио Вот Спасибо, Саш Это как говорили раньше в цирке Мы не говорим вам прощай Мы говорим вам До свидания И оркестр Та-да-да-дам И за нос Ва-вах Закрылся С вами был я, Александр Назаренко Вайя Пуиченко Еще раз Саша Олешко Спасибо, пока У нас тут фигара тут, фигара там Я имею ввиду нашего Ванечку Ване повезло Спасибо за сравнение Больше чем другим Те ведущие, которые на моем месте Время от времени меняются А тебе видишь, как везет Ты у нас незаменимый И тебе посчастливилось повстречаться с Александром Олешко Вообще, как он тебе? Даже больше скажу Я поприсутствовал на пресс-конференции То есть я не просто ее посмотрел В эфире телеканала «Витебск» в повторе Я вживую слушал то, как Александр общается с журналистами И что меня больше всего поразило Это то, как он общается потом с поклонниками И просто людьми, которые подходят к нему на улице На самом деле искренне Легко идет на контакт? Конечно Все, кто к нему обращался с просьбой Ну, как это бывает на фестивале Сфотографируемся Автограф, пожалуйста Спасибо вам за ваше выступление Ну, правда, нужно было видеть его реакцию Действительно, приятно было посмотреть Никому не отказал Ну, при мне нет Круто И потом здесь тоже мы общались с ним за эфиром Мы общались с ним по дороге в нашу студию Ты сфотографировался с ним? Да, у нас есть вообще фотография Сегодня после эфира мы загрузим ее в социальные сети Оператор понимает, о чем я говорю Потому что сейчас на его фотоаппарате Она как раз таки и хранится, эта фотка Все зависит от него Классно Ну что, я думаю, что время продолжить Ну, вообще, обязательно мы еще будем встречаться С нашими гостями фестивальными, со звездами Ежедневно, вечерний в Витебске Мы, что называется, работаем без выходных В субботу и воскресенье Мы тоже будем в прямом эфире Но вообще, есть люди, которые Ну, может быть, не звезды Пока еще Но тоже хотят попасть в телек Ну, вот наш ведущий Александр Коринман Готов, в принципе, всем и каждому Предоставить его минуту славы И ждет он теперь всех Рядом с концертной площадкой Главной концертной площадкой фестиваля Летним амфитятам Так что ищите его где-то там Ну, я предлагаю сейчас посмотреть на тех Кто уже попал к Александру в рубрику Игру «Попади в телек» И поделился своими эмоциями с вами Обувной холдинг «Марка» представляет Попади в телек Друзья, вам виден сегодня не только амфитеатр, но и приходящий троллейбус Просматривая наш вечерний эфир, можно проследить закономерно, с какой периодичностью приходит троллейбус на остановку и уже сделать собственное расписание Так что нашу рубрику смотреть не только интересно, но и полезно Это «Вечерний Витебский» рубрика «Попади в телек» Меня зовут Саша Коринван Поехали! Вот такая вот красавица у нас проходила мимо торгового центра «Марка Сити» в платье, в очках Просто невозможно было устоять Я даже два раза упал, а потом только узнал, как вас зовут? Виталия Виталия, точно! Меня Александр, жму вам вашу руку Виталия, давай на «ты»! Ладно, шучу Виталия, скажите, как к Славянскому базару? Подготовка идет? Так, подготовка к Славянскому базару, если честно, я ее не вижу, потому что я много работаю Где вы работаете? В цветочном павильоне И что, не покупают цветы перед Славянским базаром? Что Басков не приедет, что ли? Не знаю Ждите, ждите концерта Баскова Я вам скажу, сметут все Так что закупайте все, склумб нарывайте Все-все-все, одуванчики тяните, ромашки Каждый год приезжают А, то есть вы уже знаете, это не секрет Ну, нет, все, просто у нас каждый год приезжают одни и те же люди На Славянский базар, никакого разнообразия Может быть, вам в руки попадает все одна и та же программа за 93-й год Там еще Леонтьев без усов Давайте с вами узнаем, кто же, по мнению Виталия, все-таки должен выступать на Славянском базаре Какого артиста вы хотели бы увидеть? Ну, честно, я не слушаю музыку практически Вообще, да? Ну, куда сводить девушку такую, как вы, если не на концерт? Куда? Во время Славянского базара? Ну, вообще, во время Славянского базара, ну, у нас много чего работает У нас во время Славянского базара в театре, к примеру, идут актуальные спектакли хорошие То бишь, Славянский базар, по сути, не только концерты в амфитеатре Это же многие интересные мероприятия Да, во время Славянского базара проходит очень много концертов И не только в амфитеатре, так же и в театрах Ну, даже в подъездах, я знаю, выступают ребята Поют батарейку А на тебе, как на воде, эти песни все поют Не знаю, я не знаю Такие концерты вам нравятся? Я не бываю в подъездах Вы не бывали в подъездах? А теперь я расскажу, что мы здесь делаем Замечательная возможность попасть телек, передать привет своим друзьям Можно кого-то поздравить с какими-то наступающими праздниками Спеть, танцевать, пощекотать свою подругу Все, что вы захотите Можно даже нашего оператора поцеловать в лоб У него специальный лоб для поцелуев Ну, пусть это будет баскетбольный кольцо Отличный выбор Девушка мечтает попасть в кольцо Я смотрю, вот отсюда Вот отсюда Да, ваша задача вот хотя бы раз из 1023 попыток зарядиться Я хоть бы дальше ставлю Ну, давайте подальше Вы переоцениваете себя, мне кажется Давайте Нет, на самом деле вы просто прекрасно попали Давайте пятерочку Так нам еще никто не попадал Теперь вы работаете на телеканале Можно сказать, у вас есть ровно минута Можете сделать все, что захотите И это фото по телевизору А, не, 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 спасибо, не надо Давайте приветы тогда Хорошо Я передам привет своему место учебы Колледжа искусств Там очень классно Всем привет Передам привет моей подруги рядом стоящие Это оператор, это не ваша подруга Очень хорошая девочка Ну, если меня кто-нибудь увидит, конечно, родственникам любимым Тоже передаю пламенный привет Ну, вообще в городе хорошо Ходите побольше гулять Вот такой вот интересный молодой человек Проходил мимо, говорит У меня в сумке сидит Александр Солодуха Я везу его на гастроли Это правда? Ну, практически Скажите, пожалуйста Как ваша подготовка к Славянскому базару? Уже в полном мире? Да, хорошо, готовимся Да, уже Закупились уже, продавать не будут? Нет, нет, нет Уже обязательно на концерт схожу На один, так точно Уже купил билеты Ну, кто, дайте угадаю Военга Нет Кто? На Би-2 Правильно, круто Я сам хочу на Би-2, но Меня увозят поезд в дальние края Не попадут В Магадан За этот выпуск Я поздравляю вас, конечно Крутой концерт Как вас зовут? Вячеслав, меня зовут Вячеслав, Александр Очень приятно Слава, вы чем занимаетесь вообще? Я сейчас тренирую детей в прыжках на батуте В прыжках на батуте? Сам бывший спортсмен, да Круто, я знаю, на Югсе у нас есть школа Да, именно там и тренирую Классно, классно Ну, я всегда поражался Проходил мимо Там ребята вообще под потолком летают Мне кажется, это какие-то супергерои Вы супергерой? Ну, можно так сказать, да Человек Вячеслав Ну, я вас поздравляю У вас сегодня замечательная возможность По постели Вот отсюда Вот отсюда Нормально, да? Ваша задача Ваша задача попасть вот в эти ворота Ничего, если с первой попытки Круто, круто Круто, слава Отдаю микрофон Спасибо Передаю привет своей замечательной супруге А самое главное Своей любимой доченьке Дианочка, привет тебя Очень начитанный, судя по всему, человек Проходил мимо, потому что у него в руках Стопка книг магических Я вижу Магическая литература Ну, не столько Фрейд А, Фрейд Ну, не магическая Психологическая Литература Оператор у нас Ничего он не напоминает Ладно Да, да Фрейд Короче Судя по всему Человек очень образованный У него очень мало времени Поэтому он просто поздравит наш город С наступлением фестиваля Беларусь С днём независимости Во-первых Город с праздником Я выступил Круто Тарас Маршенко Дима Петровск Украина Друзья, надо завершать Вон уже мой троллейбус уезжает А я всё ещё не закончил Рубрику Ладно, пока Если вы тоже хотите попасть в телек То ищите Александра Каринмана Где-то рядом с торговым центром Марка Сити В общем, напротив Главной площадки Концертной площадки Фестивального Витебска Вообще Фестиваль Воплощает мир Счастье Братство людей В 24-й раз Славянский базар Собрал друзей Из самых разных стран мира Ну и кстати Телеканал Витебск Показывает все самые яркие Фестивальные события А вот некоторые из них Например, пресс-конференции Со знаменитостями Транслируются онлайн Из дирекции фестиваля Да, и доступны они Мало того, что Появляются в эфире нашего телеканала Они ещё есть на сайте Фестиваль Фест Дефис СБВ Бай Для того, чтобы их посмотреть Было установлено Уникальное оборудование И задействованы Лучшие сотрудники Телерадиокомпании Витебск Белтелерадиокомпании Можна убачить Большие прямые трансляции Телерадиокомпании Славянский базар Славянский базар Витебске Я должен вам сказать К моему и, наверное, к вашему удовольствию Это он задаёт Вот ваш телеканал Очень активно работает С нами в этом году Впервые Звёздные часы Идут в прямом эфире И мы уже у вас Дерём И ставим на свой сайт Тоже онлайн-трансляции Телеканал Видео Сделает огромную работу По популяризации И фестиваля В ближайший час Телеканалы Беларусь-1 И Беларусь-24 Покажут церемонию Святочного открытия Славянского базара У Витебску Концертную программу Союзной державы На телеканале Витебск Вы убачите Прямую трансляцию Зорного часу С Вячеславом Иноземцевым Уладой Цвики И Флорияной Габер Скоро можно я передам Грамоту торжественной И Беларусь Поздравляем вас А что пожелать Любым Истинам Возвращать Очередные призы И говорить вам Большое спасибо Браво Спасибо Александр Куримович Цветы тоже вам Ну что ж У нас Здесь Веншой у вас Веншой у вас Вот таким был сегодняшний фестивальный день. Первый, что называется, практически уже в день открытия. К сожалению, это все, о чем мы успели рассказать в течение часа. Но уже завтра мы снова вернемся в телекофей «Вечерный видец». Будут новые фестивальные события и обязательно новые звездные гости. В финале нашего эфира специально для вас музыкальный подарок от одного из участников конкурса молодых исполнителей на фестивале «Славянский базар» в Витебске. Ну, всем успехов, здоровья, счастья. С вами были Наталья Парфенова и Иван Павиченко. До встречи. До завтра. Пока. Спи малый сокол Свету весь затих Личить хай о нём Вех хвилин твоих Ночка на порог Вся я зор и крой Спи, хай моцный бог Сон воронить твой Спи, засни Моя коней Завтра будет солнце Полетит Спи, засни Моя коней Завтра будет солнце Полетит Моя коней Моя коней Молодость Мехне Стиснет Союз Свет Учарованным Сне Вывуял Летет Спи, житём, гнев, гнев Снисшить Марсогон Хайша, младшему тебею Лошадь светлый сок Спи, засни Моя коней Завтра будет солнце Полетит Спи, засни Моя коней Завтра будет солнце Полетит Лошадь светлый сок Спи, засни, засни в моем колонне Завтра будет солнце, полетишь Спи, засни, в моем колонне Завтра будет солнце, полетишь Спи, малый сокур Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова